МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Плановое отключение в ноябрьский целый микрорайон остался без горячей воды. Наказать по всей строгости глава администрации лишит премии ответственных за уборку улиц. И возвращаясь к пройденному, как избавить стариков от хождения по очередям. Микрорайон М, район 9-й школы, в ноябрьске сегодня лишился горячей воды. На центральном тепловом пункте здесь устанавливают приборы учета. Как пояснили в энергогаз в ноябрьске, эти работы плановые, так что управляющие компании были предупреждены об отключении заранее. Добавлю, все работы специалисты обещают завершить в течение дня. И сразу после этого у потребителей снова появится горячая вода. Управляющие компании будут выставлять счета за квартирантов. Новые поправки в жилищный кодекс не просто дают обслуживающим организациям право проверять квартиры, а даже обязывают составлять подтверждающие это документы. Причем акты после проверки полицейских будут являться основанием для того, чтобы выставить хозяину квартиры счет за потребление ресурса. В частности, холодной и горячей воды. Отмечу, это касается только квартир, которые не оборудованы приборами учета. Между тем, дураки и дороги уступили пальму первенства в сфере ЖКХ в рейтинге российских бед. По данным ВЦИОМ, ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве страны стала волновать россиян больше всех остальных проблем в последние месяцы. Одной из самых серьезных ее посчитали 64% участников опроса. В горячую пятерку проблем вошли также низкий уровень жизни населения, коррупция и недостаточно качественная медицина. Алкоголизм угрозой для россиян считают 38% опрошенных, безработицу 34%, а наркоманию 31%. Остальные беды пугают россиян значительно меньше. Так, например, нарушение прав человека считают серьезной проблемой лишь каждый десятый участник опроса. Коммунальщики Ноябрьска наследили на городских дорогах. Так, к примеру, на Советской осталась дыра на асфальте после зимнего ремонта. Перед прорехой выставили знак ремонтных работ. Однако, судя по всему, латать дыры здесь, по крайней мере, сейчас никто не собирается. Еще один след на Советской. Здесь у теплотрассы тоже делали ремонт и тоже оставили после себя разбитый асфальт на память. Ну и еще один пример на стоянке у одного из торговых центров. Здесь разворотили часть дорожного покрытия, но в порядок его так и не привели. Новые фото разместили жители города в нашей группе на сайте Одноклассники. В одном из районов пожаловались на дорожные службы. По словам людей, всю зиму снег с дороги сгребался на тротуар, и теперь его просто засыпали песком. Люди жалуются, что ходить по тротуару невозможно. Толстый слой песка стал для пешеходов серьезным препятствием. Причем жильцы соседних домов больше всего беспокоятся даже не за себя, а за детей, которые обычно этой дорогой ходят в школу. А из-за песка вынуждены идти по проезжей части. К слову, ответственные за уборку улиц в Ноябрьске будут лишены премии. Об этом сегодня на встрече с пенсионерами заявила глава города Жанна Белоцкая. Поводом для такого наказания стала жалоба жительницы города, которая посетовала, что некоторые остановочные комплексы не убраны. По углам мусор, скамейки грязные. В общем, ожидать транспорт в таком окружении просто неприятно. На что Жанна Белоцкая ответила, ответственных за состояние этих объектов она накажет по всей строгости. Но при этом глава города призвала и самих жителей относиться уважительнее к труду коммунальщиков. Мусор чей? Мусор наш с вами. Ну, мусор чей, уважаемая? Мусор наш. Понимаете, понятно, что ни один дворник то количество мусора просто-напросто не в состоянии убрать то, которое было после зимы. Мы всегда уделяем огромное внимание остановочным комплексам. Я не знаю, но я проеду, посмотрю. Если какие-то там, например, конкретные остановочные комплексы, но те комплексы, мимо которых я проезжаю, мы всегда туда заглядываем. Мы, кажется, как раз уделяем внимание, может быть, где-то в микрорайонах отдаленных. Но, тем не менее, вопрос актуальный. Если что, раз он звучит, значит, он есть. В канун 9 мая мы показывали сюжет о том, что в ноябрьский почти год, по сути, на нелегальном положении проживает 86-летняя участница Великой Отечественной войны Мария Марковна Гонца. В таком статусе она пребывает из-за того, что дочь, которая привезла ее в наш город из Украины, не смогла оформить матери вид на жительство. Уже здесь, на месте, выяснилось, что у бабушки проблемы с документами, а собрать в ноябрьский полный пакет бумаг люди не смогли. Где-то им не пошли навстречу, и с каждым днем участницы войны становятся все хуже, и ходить по инстанциям у нее уже просто нет сил. Повторюсь, зная о своих проблемах с бумагами, мать и дочь ни на кого не в обиде. Тем не менее, оказывается, что у нас в городе существует возможность не гонять стариков по служебным и медицинским кабинетам. Все чаще на постоянное проживание в ноябрьск дети привозят своих престарелых родителей. И если те после распада Советского Союза оказались гражданами другой страны, например, Украины, как Мария Гонца, естественно, потребуется оформление необходимых документов. Вот только озаботиться этим вопросом лучше до поездки, хоть и в ближнее, но все-таки за рубежье. Тогда и без того нелегкая забота о стариках не омрачится лишней бумажной волокитой. А главное, участие пожилых людей сведется к минимуму. Первое, что надо сделать, это знать точно, какие документы понадобятся для оформления вида нажительства или гражданства России. Чаще всего, говорят в управлении Федеральной миграционной службы, старикам достаточно вида нажительства. С одной стороны, это дает право на бесплатное медицинское обслуживание и получение пенсии. А с другой, пакет документов не такой большой. Здесь достаточно внутренний или заграниченный паспорт. Обязательно миграционная карта. Очень большое значение нужно придать этому документу. Его заполняют при пересечении границы. Ошибок разночтений должно быть в этих документах. Обязательно нужна справка нарколога с прежнего места жительства, допустим, из той же Украины. И необходимые документы. Если, конечно, они существуют, если их нет, то их желательно восстановить. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Здесь очень важно обращают внимание специалисты проверить документы, чтобы не было разночтений или ошибок. У старых людей это встречается часто, говорят они. Далее, по приезду в Ноябрьск, обязательно надо, чтобы постановка на учет и оформление документов на родителей происходила до того, как истечет срок миграционной карты. Это 90 дней плюс 30, если карту продлить. Если родители настолько немощные, что не могут сами прийти в ОФМС, специалисты приедут на дом. Ведь главное, чтобы они поставили всего одну единственную подпись на заявление об оформлении вида нажительства. Единственное, что вот здесь вот заявление, непосредственно заявитель должен поставить подпись. Мы заверяем подпись заявителя. Значит, если могут сюда привезти, вот, значит, приводят. Если нет, мы сами, у нас есть служебная машина, мы выезжаем на дом. Выехать на дом может и медлаборант. В спецлаборатории существует такая услуга, вызывают лаборанта на дом. Вот, делается собор крови, проводится обследование. И на основании проведенного анализа оформляются справки об отсутствии инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Более того, по телефону в наркологической службе нас заверили, что когда речь идет о старых людях, таких как наша героиня, им тоже могут выдать необходимую справку без присутствия человека. А еще, что специалистов устроит телеграмма с прежнего места жительства, подтверждающая, что на учете у нарколога человек не состоит. Как вышло, что все это доступно и понятно не смогли объяснить нашей героине сейчас, неясно. Но главное, что другие старики, кто собирается томиться в очередях перед кабинетами, должны знать, что могут переложить это занятие на своих детей. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Виталий Харченко и Григорий Куропсев. Новости нашего города. В правительстве вернулись к идее привязать тарифы ОСАГО к возрасту машин. Чем старше автомобиль, тем дороже страховка. Минтранс, Минпромторг и Минэкономразвитие к середине июля должны подготовить единое предложение по этому вопросу. Предполагается, что чем старше автомобиль, тем больше должен платить за страховку его владелец, так как пожилой транспорт представляет собой большую угрозу на дороге, в отличие от более современных моделей. Примечательно, что сразу несколько страховых компаний пока документально этот факт подтвердить не могут. Идею повысить тариф для владельцев возрастных авто Министерство промышленности и торговли озвучивало еще в прошлом году. В ведомстве хотели таким образом стимулировать обновление автопарка страны. Однако тогда с этой идеей согласились не все. Минтранс счел, что два повышающих коэффициента к тарифу это слишком. А в то время обсуждался еще и экологические вопросы. А в Минэкономразвитии решили, что новая идея приведет к повышению налоговой нагрузки. Как пишет издание РБК «Дели», на этот раз власти пригласят к обсуждению вопроса автопроизводителей и перевозчиков. Госавтоинспекция «Ноябрьска» объявляет о старте новой всероссийской социальной кампании «Пристегнись». Акция пройдет при поддержке Российского союза автостраховщиков и общественной организации «Движение без опасности» и продлится до июня. Ее главная цель – объяснить участникам движения, что ремни безопасности обязательны для использования водителями и всеми пассажирами салона, в том числе и сидящими на задних креслах. Согласно исследованиям, сейчас лишь половина граждан пристегиваются всегда, а по данным СИОМа, только 17% россиян пользуются ремнями безопасности на заднем сидении. При этом рискуя не меньше, чем люди, которые сидят впереди. Далее выпуски о том, что интересного для своих читателей, подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». В России заработал механизм помощи отпускникам. Теперь туристов, попавших в беду, будет оперативно спасать общероссийское объединение туроператоров «Турпомощь». Подробности на второй странице свежего номера. Пока вся страна с размахом отмечала майские праздники, школьники продолжали активно готовиться к одному из самых важных тестов в жизни – единому государственному экзамену. Какие изменения в организации проведения ЕГЭ ждут ноябрьских выпускников, читайте в материале на четвертой странице. Сегодня полки детских магазинов буквально завалены большим количеством развивающих игрушек, и начинающие родители стараются скупить их все. Но зачастую, преследуя эту цель, они забывают об индивидуальных особенностях малыша, и в этом, по словам специалистов, их главная ошибка. Почему важно воспитывая гения, а не перестараться, читайте на седьмой странице газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. В 13-й школе сегодня подвели итоги первой ученической конференции. Она охватила огромное число различных направлений внеурочной деятельности. Так, например, за участие в региональной акции «Посылка ямальскому солдату» благодарственные письма от окружного комитета солдатских матерей получили 6 человек, индивидуально и практически каждый класс образовательного учреждения старшего и среднего звена. Школьники для тех, кто сейчас служит в рядах вооруженных сил, в течение месяца собирали посылки и писали письма, которые председатель комитета Людмила Буряк в итоге развезла по войсковым частям. Подобные мероприятия, отмечают организаторы, помогают воспитывать в детях исключительно положительные качества. «Получить посылку, посылку от родных, посылку от незнакомого человека, это очень здорово, когда там есть конфеты, есть там сгущенка, это то, что необходимо. И вот в этой акции, то как вы приняли участие, то есть поделились своей душевностью, не в количестве, не в качестве, не в финансах, которые вы затратили, а в том, что вы приняли участие, это здорово». И это была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 17 мая в Соликарде переменная облачность. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 2 градуса. В Муравленко-Удочной ветер северный до 4 метров в секунду. Температура 0 градус. В ноябрьске преимущественно без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура около 0 градусов.